ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛЬСКИХ 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 с приятелями порой, старыми, с которыми долго не виделись, и говорим, ну как успехи, как успехи на работе, а как в семье успехи, как там дети родились, да, вообще, чем занимаешься, футбол там, играешь по выходным. То есть нам очень важно, нам, если мы рады человека увидеть, то мы рады посмотреть, где же, где же он чего-то добился. Причем это без какой-то там задней мысли, ой, мой друг, мы с ним вместе в классе учились, я какую-то выгоду могу извлечь. Просто нам это радостно. И мы слушаем самые разные направления вот этого некоторого первенства о друге. Точно так же и наоборот, если наш друг, причем, может, которого мы тоже видели давно или недавно, какие у него проблемы, да, что там, кто-то болеет, да, тут какие-то на работе проблемы с начальством, еще что-то, мы тоже это выслушиваем, тоже выслушиваем. Нам тоже важно понять, что человек преодолевает, потому что вот некоторое преодоление, оно тоже формирует образ человека. Поэтому сегодня я бы предложил открыть всем вместе, послание к Колосинам святого апостола Павла и прочесть первую главу, восемнадцатый стих. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Это слова о Христе. Это апостол Павел говорит о Христе. То, что вот мы сказали еще до прочтения стиха, это было не просто предисловие. Это уже был небольшой разбор. Разбор, который на сравнении с нашими современными какими-то беседами, нашим дружеским отношением к каким-то людям дает нам возможность вот точно так же чуть-чуть по-дружески отнестись ко Христу. Вот эту грань того, не грань не то, что в панибрасу перейти, а то, что вот как-то лучше Христа понять, узнать его логику действий. Потому что нам же надо, как христианам, поступать как Христос. Чтобы поступать как Христос, недостаточно только знать, как он в каких-то конкретных ситуациях поступил. Надо знать логику мышления. Как бы Христос поступил в этой ситуации? Поэтому вот апостол Павел дает нам очень важный анализ того, почему Господь взял и, например, умер на кресте. Почему он иначе не спас род человеческий? Бог всемогущий. Он точно так же мог бы и другим образом людей спасти. Но Господь выбирает этот путь, потому что Он говорит, не бойтесь, следуйте за Мною. И Господь первый проходит через врата смерти. Поэтому, когда мы приближаемся к смерти, неважно, например, в страх смерти какая-то опасность, военная опасность, опасность болезни, какого-то заболевания заразного, или когда просто в силу возраста уже смерть приближается, или, в принципе, на нас какие-то страхи нападают, ой, как, а мы с голоду не умрем, или просто кого-то боишь, или иррациональный страх, вот этот страх смерти, то мы не должны бояться вот этого предела смерти. Потому что там, кто первенец вот этих измертых, это Христос, это тот первый, кто умер по-настоящему, тот, кто вот положил начало, начаток, то есть в самом начале Христос, Он уже встречает. И точно так же, вот и когда мы горюем, наоборот, о наших усопших близких, и тоже, как они умерли, не надо бояться, уже Христос умер. Христос умер, и да, и Он потом из мертвых воскрес, Он первенец не просто мертвый, Он первенец из мертвых. Тот, кто первенствует, занимает первое место, абсолютный победитель, кто первый смерть победил. И мы уже идем по проторенной дорожке. Вот мы порой не знаем, как у кого совет попросить, потому что спрашиваем совет, а совет теоретический. А куда важнее, это отзывы человека, который был. То есть мы, например, собираемся в какое-то дальнее путешествие, и нам надо получить советы. И какой-нибудь опытный путешественник нам, конечно, что-то расскажет, но, может, и неопытный путешественник даст лучший совет, если он был в том месте, куда мы собираемся. Он скажет, да, тут такие-то проблемы с дорогой, да, тут такие-то проблемы с гостиницами и так далее. Точно так же и Господь, мы можем, вот может иногда сказать, не, ну это Бог, Он совершенный, Ему все подвластно, как мы можем по Его пути пройти. Да потому что Бог знает, как этот путь пройти человеческий, как пройти путь в смерть и из этой смерти к жизни вечной выйти. Поэтому мы тоже идем за Христом и знаем, что да, мы умираем, мы болеем, нам плохо. И все в этой жизни, каждая секунда нашей жизни приближает нас к смерти. Как человек родился, он уже все идет к этому последнему моменту. Но нас это не пугает, не пугает, потому что уже Господь там пернствовал, он это первое место занял, но первое место не занял, не чтобы нас оставить позади и как-то унизить, а наоборот для того, чтобы я первую пройду. Да, как вожак стаи, да, там идет впереди, как пастух, который, вот недаром в Евангелии этот образ тоже пастыря доброго, пастырь добрый не который подгоняет острым посухом своих овец, а пастырь добрый, который идет, и овцы его голос слышат и идут за ним вслед и проходят и через опасность, через леса, наполненные там волками, через какие-то обрывы, где можно сорваться, улететь в пропасть. Вот это очень так же и мы идем за Христом. Еще взглянем на первую часть этого стиха. И он есть глава тела церкви. Мы, если мы принадлежим к церкви, то должны понимать, что бы с частичкой тела церковного не случилось, то же самое, если глава не затронута, если мозг жив, то и живо все тело. Поэтому и вот уже отвлекшись немножко от темы смерти и перейдя вот к этой теме, которая тоже в этом стихе затронута, главенство Христа церкви, мы для себя снимаем другую проблему. А другая проблема в том, что мы видим, ну начнем с себя, дай Бог начинать все-таки себя, свое несовершенство, что мы по своим грехам отпадаем, мы как гниющая плоть при какой-то страшной болезни, при увечье каком-то, которая уже клочьями, да, там отпадает, умирает, хотя человек еще жив. Но пока жива голова, пока жива голова, жив и человек. Даже если сердце остановилось, сердце все, не бьется, можно его перезапустить, главное, чтобы мозг был жив. Точно так же и Господь глава церкви, поэтому даже если и церковь, она вся страдающая, страдающая, потому что, причем, страдающая, причем по-разному, страдающая и потому, что какая-то часть была усечена, а какая-то часть была, вроде и осталась, но она гниет, болеет, от нее толка нету, что и в том, и в другом случае тело продолжает жить. Вспоминаем гонения. Гонения даже не то, что древние, гонения вот прошлого столетия. И что мы увидим, что тоже самые лучшие священники, епископы, расстреляли, в лагеря, уничтожили. Да, кто остается? Остается, ну, кто приспособился? Остаются еретики-раскольники, остаются те, кто действительно, там, сотрудничает, как-то там, с безбожной властью и так далее. Да, вот, и как раз мы видим это тело, тело, у которого там что-то ампутированное, что-то ценное, здоровое, но просто, вот, насильно, да, отрублено, и что-то, наоборот, болящее, что вроде есть, и как это тело может двигаться? Ничего страшного. Голова тела – Христос. Я бы стал частью церкви, я бы ходил в церковь, я бы церкви принадлежал, если бы она была такая. Неважно, какая церковь. Если глава у нее Христос, то все остальное забывается. Потому что, ну, опять же тут можно сказать, да не, если сердце долго не бьется, то и глава уже перестает. Если кислород не поступает через кровь в мозг на протяжении какого-то времени, если сердце, это кислород не гонит через кровеносные сосуды к мозгу, то и мозг тоже умирает. Но тут как раз мы снова можем вернуться во вторую часть стиха. И во второй части стиха, помню, что Господь, он уже вот этот начаток, начаток как росток, он пробивается, будучи первым из мертвых, он из мертвых и уходит. Он из этой смерти выходит, он эту смерть преодолевает. Так и здесь фактически, как голова у тела, если представить, что да, тело все умирает, и даже голова, она может умереть, но тем не менее, эта голова снова оживает. И как Христос, глава церкви, глава оживающая, так и даже если все тело вообще полностью умерло, уничтожено, сердце не бьется, куда дольше там каких-то этих драгоценных мгновений, а просто вот там часами, днями, годами Господь все равно это в силах возродить. Господь сказал, я вот на камне веры созидаю церковь, а врата адовы ее не одолеют. Если уж врата адовы ее не одолевают, то какие-то глупости, грехи отдельных людей ее подавно не одолевают. Поэтому, когда и наступает вот это уныние, да, вспоминаем, вспоминаем, что все равно в теле все равно что-то действует. И залог этого Христос. И тело лучше всего, голова знает, что-то работает в теле или нет. Да, например, уже может не видеть один палец, да, там, другой палец, ну, они с разных сторон тела. Но вот вспоминаем, как пророк Илья в Ветхом Завете говорил, о, Господи, сейчас меня убьют, и я погибну, и все уже, благовестие прекратится. Мессия не придет. Вот кто будет нести? Все будут валу поклоняться, а Господь утешает, говорит, нет, еще есть люди, которые колени перед валом не преклонились. Поэтому, и мы тоже не должны себя жалеть вслед за пророком Ильей, потому что нам тоже кажется, нет, вот тоже как-то я должен себя поберечь, потому что я вот такой там православный, я должен как-то заботиться так-то, и, а Господь говорит, не бойся, не бойся, если надо даже за Христа умереть, иди умирай, потому что я эту церковь не брошу, я глава тела остаюсь, я ее спасаю.